Та-да-да-да! Распаковочка! А знаете, я сейчас как сделаю? Я, наверное, сделаю... Потому что мне так неудобно из этого пакета будет доставать. Он огромный! Осторожненько! Осторожненько! Всё! Отлично! Отлично! О-о-о-о! Сейчас буду разгребать, разгребать, разгребать. Ничего не пострадало! Не волнуйтесь! Боже мой, я эти две коробки хочу уже открыть несколько дней. Всё никак не открываю, потому что нужно, нужно же сначала распаковку провести, понимаете? Всё в красивой упаковке показать, потому что Динара любитель. Всё это достать, разорвать, упаковку нарушить. Я не умею никогда ничего открывать красиво. И вот половину баночек оставлю здесь, в этой квартире у мамы, потому что половина всего ей и заказала. Ну, давайте с мамой и начнём. Летом было всё нормально-нормально, но грядки, огороды, отсутствие такой какой-то специальной зарядки. Плюс мама у меня такой человек, что я вроде бы над ней так коршуном летаю, бдю, чтобы она всё это пила и ела, но порой забывается. Ой, неохота, ой, надоело. Вот у меня мама относится к таким людям, которым надоедает пить БАДы. Я вообще этого не понимаю. Ну, то есть вот я себе положила на завтрак, позавтракала, всё это выпила. Что там может надоесть? Но она человек, который очень тяжело глотает капсулы, очень тяжело, ей прям тяжело их глотать, поэтому она любит делать перерывы. В общем, в июне всё пила, потом психанула, в июле-августе не пила, наступил сентябрь, у неё начали болеть ноги. А так как никаких обследований она не делает, ноги могут от чего болеть? Ну, во-первых, нехватка магния, там судороги, тянет ноги. Во-вторых, от нехватки кальция тоже может, то кости, хвост отваливается, да, там что там, уши ломят, хвост отваливается, как у Матроскина. От нехватки кальция. Не хватает хондо-протектора, суставы начинают болеть. Каких-то там мазюкалок хороших не хватает, чтобы ножки вечером, там, когда женщина-девушка проводят весь день на ногах, особенно кто в грядках копается, да, или закончил вот этот летний период, а напряжение в ногах осталось. Поэтому маме накупила всё. Маме купила и хондо-протекторы, глюкозамин, хондроэтин, покупаю именно спортивную серию, потому что хватает надолго. При вас, вот при вас открываю новое, новое, запакованное, вот, слышали, как хрустнула баночка? Тут 120 таблеток, вот они такие беленькие, красивенькие, 120 таблеток, хондо-протекторы, глюкозамин, хондроэтин. Для восстановления суставчиков, хрящей точнее, не самих костей, а именно хрящей. Следующий препарат, который я купила маме, это, естественно, кальций. Очень часто у меня такое бывает, что клиенты покупают хондо-протекторы, улучшения такого резкого не замечают, а покупают кальций, говорят, опачки, начал пить кальций и перестали болеть суставы. Тоже такое бывает от нехватки кальция, плюс видят прекрасный побочный эффект в виде крепких волос, крепких ногтей, ногти перестают ломаться, волосы перестают осыпаться. А все почему? Потому что кальция не хватает. Кстати говоря, у нас есть чудеснейший продукт, куб, который называется куб волосы-ногти, где вот как раз-таки усиленная доза кальция в составе этого витаминно-минерального комплекса. И очень много девочек, покупая вот этот наш продукт, куб волосы-ногти, уже за первый месяц видят результат. То есть после месячного курса уже видят результат. Но вообще, ребят, хочу вас огорчить, расстроить, я не знаю, правду раскрыть, говорить как хотите. Но месяц это не дело. То есть если у вас есть какая-то проблема долгоиграющая, там, я не знаю, ноги начали еще три года болеть, и вы как-то на это все не обращали внимания. Вот прошло три года, вы понимаете, что вы уже с кровати встать не можете, вы бежите, да, там, искать хонт-протекторы, наконец-то осознали, поняли, что омегу-3 надо на постоянке пить. Но при всем при этом бывают такие люди, которые, ну, мне поможет за 30 дней? Ё-моё, у тебя проблема три года с тобой жила-была, ну, как за месяц от нее избавиться? Поможет, конечно, если ты будешь вот это пить полгода, полгодика, даже не два месяца, не три, мне надоело уже об этом говорить. Я всем говорю, пол-го-да. Вот, да, но вот куб, куб, вот реально факт, на этом кубе девчонки прям могут быстрый результат ощущать. Опять же, если у кого вот реально нет хватка кальция, волосы у нас от чего могут выпадать и ногти крошиться? Это нехватка нескольких минералов, кальций, магний, цинк, еще может быть пониженный гемоглобин или ферритин. Это тоже надо, да, анализы сдавать, проверять. То есть, вот если так совпало, что девушка категорически не хочет делать никакие анализы, не ходить по врачам, ничего не сдавать, берет там кальций или куб, волосы, ногти, и у нее просто сразу же ногти твердые, волосы прям, ух, длинные, пушистые, шелковистые. Значит, ей явно не хватало кальция. Ну, вот прям вот явно-явно. Понятное дело, что на это все, на красоту нашу витамины группы В влияют, и витамин С, понятное дело, что он участвует в выработке коллагена. Смотрите, Наташа пишет, Натас, спасибо тебе огромное, на третью неделю локти болеть перестали. От куба волосы, ногти, потому что продукт просто шикарнейший, шикарнейший. Кто хочет попробовать наши витаминно-минеральные комплексы, знаете, из серии цена-качество, вот можно мне что-нибудь такое, чтобы там вот все-все-все было, и чтобы цена была не сильно большая. Берите куб волосы, ногти, прям вот не прогадайте. Поехали дальше, про маму. Хонда-продекторы, кальций и, естественно, диасмин-рутин, потому что вены больные, человек уже в возрасте, да, она у меня красиво, молодо выглядит, она у меня всегда была стройняшкой, никогда ничего для этого специально не делала, вот природой заложена. Мама моя относится к той категории ведьм, которые едят и не полнеют, но на самом деле она и ест мало, на самом деле кушает она мало. Так вот, диасмин-рутин ей купила, это польза нашим венам и всем девушкам, и мальчикам, не только девушкам, но и мальчикам тоже, кто... О, услышали звук открывающейся банки? А то тут мне как-то написали, сказали, да ты там типа хранишь эти банки годами и показываешь свои распаковки, я долго смеялась. Вот он диасмин-рутин, тут 60 таблеточек в упаковочке, пьется по 2 таблеточки в день, хватает на месяц, для того, чтобы все с венами у вас было прекрасно, хорошо. Но вообще у кого проблема с сосудами, я в последнее время назначаю диасмин-рутин и пульс-бокс, потому что пульс-бокс это сочетание ликопин-омеги, который очень хорошо изгоняет, плохой холестерин и витамины группы В, которые полезны для укрепления наших сосудов. А, соответственно, диасмин-рутина это вены, и вот они в сочетании, эти два продукта работают шикарно, пульс-бокс и диасмин-рутин, либо степ-бокс плюс витамины группы В, вот, потому что степ-бокс это сочетание диасмин-рутина и омеги, да, у нас вот эти все дейли-боксы это сочетание наших отдельных групп витаминов, напоминаю. У меня, кстати, есть на ютюбе полноценное видео, где я рассказываю, из чего состоят вот эти наши дейли-боксы, как их можно сочетать, миксовать, и что делать, если вдруг какого-то дейли-бокса нету в наличии в том или ином городе. Так, мамочки, любимые, по акции отхватила тушь, которая у нас сейчас идет со скидкой, опять же, вот этой тушью, пользуюсь и я, и мама, и даже моя сестра при Вере, да, Альбина, про тебя рассказывает. Вот, когда моя сестра прониклась и к нашей умывалочке с омегой-3 кислотами, и к нашей туши, мне было очень-очень приятно, потому что сестра моя, она действительно такая девушка, которая за бренды, все очень осторожно, не дай бог, что-то ей не подойдет, а тут она прониклась, и регулярно у меня и тушь нашу вот эту вот берет, и умывалочку с омегой-3 кислотами. Что еще маме купила? Это альфа-липоевая кислота, почему, а я ее, кстати, сейчас тоже пью, потому что нахожусь в режиме похудения, альфа-липоевая кислота тоже оказывает влияние на режим похудения, почему она помогает быстрее утилизировать глюкозу и помогает в процессе жиросжигания, рекомендую. Из-за этого полезна всем диабетикам, она является профилактикой диабета второго типа, у кого, допустим, стадия преддиабета, обязательно покупайте альфа-липоевую кислоту. Это сильнейший антиоксидант, который, повторюсь, оказывает влияние на утилизацию глюкозы и на жировой обмен, и на выработку клеточной энергии. Поэтому всем, кто худеет, у кого сахарный диабет второго типа или преддиабетная стадия, обязательно. Ну и для молодости, для красоты, антиэйдж-эффект, это все, альфа-липоевая кислота, добавляйте ее в программы красоты, обязательно. Забыла, извините, забыла, внимание, прислушались. Я надеюсь, вы слышите этот звук, да? Открывающиеся банки. Вот, здесь 60 капсулок, 60 капсулок. Я пью по две, я не скромничаю, не жадничаю, я пью по две. Кто-то пьет по одной, кто будет пить по одной, там он на два месяца вообще хватает, мне хватает на месяц, и вот маме докупила. Так, дальше поехали. Это вот, а, и маме еще докупила мазюкалок. Каких мазюкалок? Это бальзам бывший, а, не бывший, извините, гибкий лук он назывался раньше, сейчас он называется уяннома, тоже с хондопротекторами. Очень хорошо помогает нашим ножкам. Он охлаждающий, он охлаждающий. Сейчас, звук, звук. Пожалуйста, а с РМ у меня тут параллельно. Опачки, вот, вот такой бальзамчик, сейчас я его себе на локоточки нанесу. Вот, вот он так выглядит. Очень вкусно пахнет пихточкой, травами, деревьями, как будто, вот, знаете, заходишь в сосновый лес. В сосновый лес заходишь, попадаешь прям, ну, не знаю, мне ароматы наших бальзамов очень нравятся. Я прям, я прям балдею от них. Ой, пошел такой, ой, мятный вкус, у меня прям, прям, прям вся носоглотка. Вся носоглотка в этой мяти. Мне он очень нравится. За счет чего он имеет такой охлаждающий именно эффект, в отличие от живокоста, который имеет разогревающий эффект. Будьте осторожны, ребят, кому-то это вредно не подходит. То есть, вот, у Янома он именно с охлаждающим эффектом. Это маме тоже мазать ее ножки, которые начали почему-то ныть. И корешок хорошо помогает от варикоза, потому что там очень много экстрактов растений, там 16 эфирных масел. Ну, корень, наш бальзам, он вообще чудо-действенный. В целом, люди даже, которые не знают про компанию Siberian Wellness, все вспоминают бальзам-корень. А, бальзам-корень, сибирское здоровье, точно-точно. Моя мама пользовалась, бабушка пользовалась, я кому-то когда-то покупала. Я именно, вот, пока его не сняли с производства, я надеюсь, что и не снимут, беру именно вот этот зелененький формат. У нас еще есть вот такой коричневый вариант корня, он с камфорным маслом. Здесь камфора нет, поэтому именно такой бальзам я покупаю больше для детей. То есть я постоянно мажу им грудку, спинку, носик, если, не дай бог, заболели. Даже если и не заболели, просто как профилактика всяких ОРВИ, ОРЗ. Мы вот с дачи вернулись в Москву. Привет, все бактерии, вирусы. Но мы под защитой семьей, вместе с бальзамом-корень. Если ребеночек заболел, и вы тоже заболели, это касается не только детей, извините, да, мажем грудь, спину, ножки, стопы, голени, то есть все хорошо. Спину потянули, поясница заболела, там шея, не знаю, песочки, если голова болит. Люди у нас протираются, у кого прыщи, угри сильные. Если попеломы, прям вот берем корень, не жалеючи, ваточку смачиваем хорошо. Прям вот на эти все прыщи, на себе показываю, на эти все высыпания или попеломки прижали, забинтовали, легли спать. То же самое вот люди делают очень часто компрессы с корнем, прям вот на ночь их накладывают, прям смачивают там ваточку или бинт на больное место и вперед с нею спят. Если не дай бог, там начинающийся отит у деток или у вас там уши заболели, турундочку взяли из ваты, смочили корнем, ну извините, что показываешь на себе, в ушко вставили, все, вот эти эфирные масла, они все бяку-каку высасывают. То же самое нос. Если насморк, турундочки в носик походили, вот новую, новую, естественно, не из одной ноздри, в другую. Прости, господи. А новую, турундочку взяли, корнем намочили, в другую носопырочку вставили и походили. О, короче, корень везде и всюду нужен, поэтому он у нас улетает очень-очень быстро. Я вот одну банку оставила дома, я его две банки заказала, одну дома оставила, другую маме принесла. Вот так. Поехали дальше. Что еще? Дальше для себя, а, тоже для мамы, е-мое, чай, легкость движений. Значит, какой состав у чая, легкость движений? Листья смородины, лобазника, сабельник, плоды шиповника, брусники, корни, корневища солодки, трава хвоща полевого. То есть это все для того, чтобы ваши ножки не болели, не гудели. Вот у кого ноги гудят к вечеру, кстати, очень многим помогает один чай, 30 фильтр пакетиков на месяц. Вот у кого стоячая работа, кто весь день на ногах, обязательно берите этот чай и бальзам-корень, кому надо подешевле. Вот мне, пожалуйста, подешевле, пожалуйста, подешевле. Корень, чай, легкость движений. Тоже для мамы. Ты что, съела? Молодец. Иди, Кирюша, ладно, я сейчас распаковочку приведу и приду к тебе. Дочка появилась. Дальше поехали уже себе любимой и кое-что мужу. Муж у меня, представляете, влюбился вот в этот увлажняющий ампульный концентрат. И почему-то все время забываю это словосочетание. Всегда хочу назвать сыворотка ампульный концентрат. Раскрывать. Сколько бы я ему кремов, сывороток наших не давала пробовать, ему все не нравится. Потому что вот он начинает это на себе чувствовать. Но при всем при этом кожу увлажнять нужно. Он к этому делу проникся, любит. И вот как раз-таки ампульный концентрат увлажнения ему 100% подошел. Потому что он быстро впитывается. И ты его не ощущаешь на коже, но в то же время кожа очень хорошо от него увлажняется. Но мы, девочки, наносим его под крема. То есть наложили сначала ампульный вот этот концентратик. Отдельно надо покупать этот дроппер. Дроппера, видите, тут нету. Пипеточки. То бишь по-русски пипеточка. Дроппер. Пипеточка. Надо купить отдельно. По-моему, она у нас стоит 50 рублей. У меня этих пипеточек дома много. То есть я из одной баночки в другую перекладываю. Поэтому я тут без пипеточки купила. Без дроппера. Себе, любимая, купила мицеллярную водичку и масло для умывания. Мицеллярную водичку обожаю, люблю. Макияж снимаю. Но, девочки, после мицеллярной воды обязательно надо умываться. Причем не просто водой, а именно со средством. Со средством. Потому что вот эти вот поверхностно-активные вещества, то бишь павы, сокращенно говоря, они на коже остаются и кожу нашу, да, разрушают. Они вредны нашей коже. То есть, да, косметику надо отдельно снять, но после этого обязательно умыться. Вот, пожалуйста, косметику снимаем и умываемся, к примеру, маслицем. Попробую вот этим делом, которым просто убить можно. А, нет. Дрыщ. Ить. Отлично. Так, мицеллярная водичка. Показываю. Потому что у меня заканчивается средство для снятия макияжа. Я тут брала виновно другой фирмы, потому что то ли мицеллярной воды не было в Москве, я уже не помню. Вот видите, мало того, что она вот в такой красивой коробочке, она еще и в такой вот упаковочке. Чтобы точно никто не смог, помимо вас, ее открыть. Это очень здорово придумано. Слышали звук? Новая. Новая. Доказываю, показываю. Ее-мое. Ну, к тебе есть, а? Что-то не получается. Вот такая. Вот такая вот мицеллярная водичка. Хлоп. Хлоп. Очень хорошо смывает макияж. Очень хорошо смывает макияж. А, ну вот, не договорила. Мицеллярную воду можно не смывать, но я не знаю, в критических случаях, к примеру, когда вы в поезде едете, едете в поезде смыли макияж, и ну вот не хочется вам там умываться, там какой-нибудь салфеточкой влажной протерлись и все. А вообще, а вообще, лучше всего мицеллярную воду смывать своего личка специальным средством. Например, как вот этим маслом для умывания. Чем хорошо масло для умывания, и почему масла для умывания стали так популярны в последнее время? Потому что есть, ну не то чтобы поверье, да, исследования проведены были, что жир очень хорошо смывает жир. Жир хорошо смывается жиром, поэтому у кого большие поры, черные точки, какие-то высыпания, вот именно в этом случае идеально использовать масла для умывания. Я его использую просто потому, что оно мне нравится, да, там вроде у меня с кожей в плане черных точек, да, у меня купероз очень сильный от папы достался, у меня папа просто бордовый. Вот, если бы вы его увидели в жизни, вы бы обалдели, он у меня как свеколка. Вот у меня от папы это такая проблема, не проблема, к 30 где-то годам я перестала считать этой проблемой, в принципе, кайфую от этой кожи, от своей, считаюсь я супер красоткой. Простите, пожалуйста, если не согласны. Ну, короче говоря, масло люблю, обожаю, а вот у кого там черные точки высыпания, и подавно нужно использовать масла. Тоже вот видите, отдельно коробочка, отдельно коробочка, и отдельно еще вот пленочка, пленочка открываю, потому что дома все равно это дело носик. Носик бы не сломать? Все равно открывать. Кто собирается там на день рождения, подруги, не знает, что подарить. Очень классные, приятные средства, и они, в принципе, всем нравятся, все от них в восторге. Мицеллярная водичка и масло для умывания любой, по-моему, девушке нужно. Ну вот просто любой. И плюс еще так стильно, красиво упакованы, и тут большой, хотел сказать, литраж, литраж большой. Так, читаю, у мицеллярной водички 200 мл, а у масла для умывания тоже 200 мл, то есть баночки большие, хватит надолго. У детей у меня, у моих закончились вот эти витаминки, вот эти дрожжи детопсы у меня любят все, и даже кушает дочка моя маленькая. Я сначала думала, что ей будет как-то, ну, твердовато, потому что их так, их надо разгрызать. Вот, внимание. Ага, услышали. Кто пришел? Ты будешь? Ты будешь? Смотрим. Эксперимент. Пасть льва. Тебе, тебе. А куда ушла-то? Ушла. Грызть есть. Короче, дети витаминки вот эти дрожжи очень любят, плюс у меня дочка еще фанатка дрожжей для глаз, которые с черникой. Вот. Хотя я их покупаю исключительно для сыновей, которые учатся, там гаджеты, все дела, но вот она к ним прониклась и тоже всегда их подкушивает. Ну, ничего страшного, в этом не вижу. В общем, вот эти вот дрожжешки всем советую. Это дрожжи с витаминами А, С и Д. А, С, Д. Вот. Вкусненькие, они с кислинкой, они идут вкус клюквы. Да, они кислят, но вот видите, ребенку 2 годика, она их с удовольствием лопает. Сейчас еще раз придет, еще попросит, я в этом уверена. Так, дальше, чай легкое дыхание. Почему? Наступает период ОРЗ-ОРВ. Для профилактики пить всей семьей чай легкое дыхание. Сосстав читаю. Липа, яблоко, мята, ромашка, душица. Он очень вкусный. То есть вот этот чай, он именно мне нравится по вкусу. То есть порой я его просто пью, потому что мне хочется чайка, но часто чай пить вроде как вредно, да? А вот эта трава, траву можно пить с утра, днем, вечером, когда угодно. И вот эта трава, она такая самая приятная. Вот этот состав самый вкусный, самый классный, самый ароматный. Нравится и детям, и взрослым, в общем, всем. А у кого проблема с легкими, но опять же, если у вас нету аллергии на перечисленный состав... Чего? Больше нельзя вот есть. Ну это не конфеты, это витаминка. Чего? Сказала же, пригожи. В общем, чай всем от души рекомендую. Чай хочешь? Ну, на, бери чай. Бери чай. Дальше. И последнее, что я хотела показать, чем закончить. А, и купила вот такой вот чайный набор, его купила в подарок. В подарок. Здесь 4 вида чая по 10 красиво упакованных пакетиков. Сама забыла, тут идет дренаж, идет чай антистресс, легкое дыхание. Как раз и сердечный комфорт. Вот такая классная коробочка. Кстати, всегда всем рекомендую в подарок ко дню учителя, ко дню воспитателя. В свое время я в садике дарила нашим воспитателям нянечки. Они всегда были довольны и очень-очень благодарили. Причем я там дарила и мармеладки, и батончики. Но они вот всегда отмечали чай. Динар Шамильна, спасибо большое за чай. Очень вкусно, очень приятно. Конечно. И плюс он очень красиво выглядит. Я уж не буду, ребят, распаковывать, ладно? Там вот такие 4 ячейки и вот по 10 фильтр-пакетиков в отдельной упаковочке. Там каждый фильтр-пакетик идет с веревочкой и в отдельной упаковке. Ну вот типа как чаи продают в магазинах. То есть там каждый чайный пакетик отдельно как бы упакован. Стильненько. Ну то есть это подарочный вариант, поэтому он так сделан с большим количеством упаковки, что не характерно вроде как для нашей компании, которая заботится об экологии. Но все-таки красота требует жертв.